Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали, депутат Сейма Любовь Швейцова у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Много событий произошло на этой неделе, и одно, может быть, другого важнее и интереснее. Обо всем по порядку. Может быть, мы начнем с такого неожиданного вопроса, но я, честно говоря, не ожидал, что большинство Сейма сегодня поддержит эту поправку господина Домберса из ТБВС в Латвии, потому что комиссия профиля ее не поддержала. Речь идет о том, что господин Домберс, Домберс, видимо, решил такие вот образы насолить Риге и Рижанам, и поправка гласила, что Рига – это столица Латвийской республики, и все жители Латвии могут в равной степени пользоваться услугами, которые предоставляет Рига своим жителям. То есть так, чтобы было нашим радиослушателям понятно, что житель Цейсиса, Лимбожи, неважно, Зилупа или Далгопилса приехал в Ригу и говорит, я имею право на тот же пакет услуг, которые вы предоставляете за декларированным в Риге. По-моему, это не противоречит не только здравому смыслу, но и вообще каким-то финансовым позициям, и принципы формирования бюджета самоуправлений. Мне кажется, что поправка господина Домберса как таковая, и именно Домброва, она свидетельствует в первую очередь о правовом нигилизме, о абсолютном популизме, о желании противопоставить жителей других городов жителям Риги, об экскалации взаимоотношений между жителями других городов и Риги. То есть я бы назвала его поведение, его предложение провокацией, потому что если оценивать в правовом аспекте данную поправку, она не имеет ни логического, ни правового аспекта именно в этом законе, потому что этот закон рассматривался об изменении и о формальном исполнении названия улиц, нумерации домов и зданий. Это закон, который абсолютно не предусматривает какие-то финансовые вопросы распределения, который не несет смысловой нагрузки в распределении бюджетных средств, в том числе. Это закон, который в большей степени относится к территориальному распределению и к территории разделению. Логика и поведение как господина Домброва, так и тех, кто поддержал данную поправку, свидетельствует только об одном. Политические силы, Яуновья Нотаба, КП, паристы и часть КПЛВ и большая часть ТВЗМ и Бревенка, они решили сыграть опять на разделении, на конфликте людей и населения, что мне кажется просто-напросто подло и жалко. – Ну вот мы в таких условиях, я так понимаю, работаем, когда часть депутатов Сейма просто хотят отомстить, я так понимаю, политически неправильной Рижской Думе. – Я считаю, что они используют популистские высказывания и демагогию для того, чтобы поднять собственные рейтинги, которые, к сожалению, никакими другими способами поднять они не могут. – И они выбирают вот такой морально и этически дешевые варианты для популяризации собственных политических сил и своего политического веса. Потому что, к сожалению, в реальных делах, в реальной работе, на государственном уровне, ни одна из этих политических сил, которая голосовала за эти поправки, себя не реализовала. – Они уменьшили количество всего населения Латвии. За прошлый год миграция Латвии в общем балансе минус 4 тысячи населения. Общее количество населения продолжает падать. В Латвии примерно около 2 миллионов населения, и то это в лучшем случае. А в реальности, скорее всего, 1 900 000. Из них 200 000 работают в публичном секторе. То есть это чиновнический аппарат. Для такого количества населения, с таким количеством пенсионеров малобеспеченных, это невозможная нагрузка. И что они делают? Они, я извиняюсь, кастрируют финансовый сектор, при этом получается, что в бюджете минус 176 миллионов недополученных налогов от финансового сектора, при этом в социальном бюджете минус 40,3 миллиона социальные пособия, которые были выплачены тем тысячам людям, которые потеряли работу в банковском секторе. И теперь они нашли жертву, которая будет ответственна за все недостатки и все грехи государства, за ту работу, которую они не сделали. Ну вот, вы очень хорошую тему затронули. Тот вопрос, который мне многие даже знакомые задают. Ну и, видимо, вам, как человек, который разбирается в финансах, может быть, вы как-то сможете ответить. Вот получает такой парадокс. Обыватель, который что-то разбирается в экономике, но не финансист, он слышит каждый день, ему говорят, что, вы знаете, у нас экономический рост там превышает 4%. Мы так растем, так растем, и экономика идет вперед. Но я уже не буду говорить про всю эту концепцию истории успеха и так далее. И казалось бы, что исходя вот из этой логики, что экономика растет и средняя заработная плата в стране растет, у нас не было бы проблем ни с формированием бюджета на этот и следующий год, ни с повышением зарплаты учителям, которые вот на улице собираются выходить, там фактически, я так понимаю, нужно изыскать 9 миллионов. Однако мы видим другую ситуацию. Господин Каренч, нам Каренчин сообщает, что плохо-плохо, очень плохо, с бюджетом совсем плохо, а какие там учителя, о чем вы говорите, в лучшем случае в следующем году. Что же в реальности происходит? Или нас вводят в заблуждение, или все-таки на самом деле ситуация намного хуже? В правительстве сформировали те же самые практические лица, которые были до этого. Или явно Вену Атайба, которая на самом деле в это Вену Атайба, она породила некоторых клонов своих, только мне можно назвать, что они модифицированные, слегка более молодые. Но суть этого не меняется. От истий Байпар и новые консерваторы. Те же самые Вену Атайбы, клоны, реальные причем. Потому как, придя к власти, они сразу же быстренько свои семейные родственников устроили друг к другу на работу в том же самом семье. Например, у господина Фелменеса сестра сейчас является руководителем бюро госпожи Голубевой. А госпожа Голубева у нас рад истий БПА выбрана всей. Это не случайное совпадение. Это не случайное совпадение, это просто-напросто. Теперь мы смотрим. Они предлагают на должность ЦВК комиссии вместо Цимдерса госпожу Куркница. Госпожа Куркница – это подопечная Вену Атайбы. Она выращена в Кнабе. Она ярый поддерживатель госпожи Стреки и Юруши. То есть та же самая Вену Атайбы и есть. И эти люди, которые за все это промежуток времени показали, какие они хозяева и как они могут развивать экономику, сейчас обратно у власти. Они не умеют ничего создавать, они умеют только делить. В результате они разделили многие отрасли. И прирост ИКП связан только и единственно с тем фактом, что вливание инвестиций из Европейских союзов и Европейского фонда. То есть это фактически единственный двигатель всей этой экономики. Это единственный элемент, который согревает экономику. И единственный источник, куда эти самые средства вкладываются, это в основном социальные или инфраструктурные объекты самоуправлений, которые, да, на какое-то время они действительно немного подогревают экономику, создавая рабочие места. Но в долгосрочном промежутке времени на их содержание затем страна будет тратить гораздо больше, чем тот полученный доход, который этого получили. И нужно иметь в виду еще тот факт, что строительство этих объектов проводят определенные предприятия, определенные люди, одни и те же, лояльные той же самой Вену Атебе и их клонам. Может, опять случайное совпадение? Я думаю, что сознательно максимально люди, которые не умеют зарабатывать, просто-напросто растранжиривают, либо зная или часть зная, а часть просто-напросто из-за ограниченности мышления или неспособности мыслить поддерживать данную политику, разделяя власть. А вот боюсь спросить, а как же новая политика, с которой те же упомянутые вами новые консерваторы или КПВЛВ, правда, теперь уже можно говорить о части КПВЛВ, вот они пришли в политику, вот говорили о том, что мы новые, будет новые лица и будет новая политика и новые решения. Где оно? Вот вы всеми уже поработали бок о бок с этими представителями новой политики, сколько? Три месяца, наверное, да? Четыре. Четыре уже получается. Ну, есть элементы новой политики? Что-то по-новому происходит? Это не элемент новой политики, это старый трюк той же самой Вену Атебе. Как можно не обещать, если мы просто морально обязаны обещать, чтобы попасть в Сейм, чтобы не дать другим каким-то образом влиять на процессы и события. Ну, и где их прославлены три на пятьсот? Они про него забыли, они яростно голосовали против даже возможности начать обсуждение данных обещаний. С пеной у рта они кричали, что нет, нам нужно соблюдать фискальную дисциплину. Тогда, когда они ее предлагали и рассказывали сказки избирателям, у них не было фискальной дисциплины, ее не было, как же можно не обещать? Теперь обещания все забыты, отложены в сторону, зато вытащен другой флаг. А мы ничего не знали, вот оказывается там нашли козлов отпущения. И кто козел отпущения? Зеленые крестьяне, которые они в оппозицию отодвинули, что они им бюджет оставили. Да неправда, нормальный бюджет. Нашли же новые Венуты и их клоны деньги на то, чтобы заказать экспертизу для проведения реформы 300 тысяч. От 300 до 500 тысяч. Оценка проведения потенциальной реформы регионов. Так эти деньги-то можно перенести на самоуправление, на зарплату? Еще 500 тысяч сейчас будет найдено на аудит судебной системы, которую господин будет. Вот у нас получается уже зарплата, часть зарплаты для педагогов есть, правильно? Есть. Если у этих структур есть огромные министерства, чиновничий аппарат, они назначают людей, которые там работают, которые должны быть компетентны. Уже госконтроль провел ревизию той же самой системы ОИК, уже констатированы риски, нужно тратить еще деньги на заграничных экспертов. Не, ну если у нас страна такая богатая, если у нас педагоги не приоритет и образование, ну так надо сказать, будем кормить чиновников. Будем заказывать у приближенных экспертизы. Если мы сами, я извиняюсь, тупые или не додумываемся до конца. Вот вы упомянули фискальную дисциплину, вот создает такое ощущение, ну с одной стороны, что есть такая концепция, что нужно жить посредством. Ну, наверное, попытка переложить, вот сравнить госбюджет с семьей, да, то есть не надо тратить больше, чем вы зарабатываете, с одной стороны. С другой стороны, мне тяжело еще найти даже более богатые страны Европейского Союза, которые бы имели дефицит всего 0,5% от ВВП и не процентом больше. И господин Каевич говорит, что это вот самый главный приоритет. Я не знаю, а что мы за этот приоритет получим? Почетную гранату от Брюсселя? Если есть необходимость действительно поддержать учителей, да, и это важное направление образования, ну хорошо, пускай будет дефицитный 0,5%, а 1%, я так понимаю, что эти пресловутые мастрихские критерии предусматривают даже до 3% ВВП. Почему мы так вот лихорадочно держимся за эти 0,5%? Дискутабельный вопрос. Я бы не сказала, что он так легко отвечаем по поводу именно заемных средств, особенно с учетом демографической ситуации, количество населения, потому что в любом случае долг мы оставим своим детям и внукам. Это не самое лучшее решение проблемы. Оно может быть только продуманным. С учетом того, куда у нас вкладываются инвестиции, не в объекты производства, не в создание новых рабочих мест, а в инфраструктуру, которая поддерживает только, то занимать еще больше это было бы абсурдно. То есть надо смотреть... Это знаете как? Слава Богу, что хотя бы господин Каренч понимает, что занимать больше при таком количестве населения, рабочих мест и развития бизнеса, это просто-напросто риск скатиться в огромную проблемную ситуацию, и больше страна может и не встать после нее. То есть, в принципе, надо наоборот искать то, что денительные расходы в этой системе. Я бы сказала, что нужно, во-первых, уменьшить расходы на бюрократический аппарат, уменьшить аппетиты чиновничества в первую очередь. И тогда денег хватит, в принципе, да? Создать нормальные условия для развития бизнеса и предпринимательской среды. Не убивать бизнес на корню, а головой думать, в приводе, чем кого-то где-то что-то срезать. Единственное, что умеет Вену, это она показала, и сейчас ее клоны то же самое делают, это создавать дополнительные административные барьеры, дополнительные регулирующие акты. Они ничего не создают нового, они просто-напросто ограничивают, урезают, требуют новые какие-то документы, дополнительные санкции вводятся и увеличиваются штрафы. Но что касается действительно аудита правоохранительных органов, создает такое ощущение, что господин Борденс просто ищет какие-то способы, как отомстить Фемиде за Юрыша. Ну вот такое создается ощущение. Может быть, я не прав, конечно. Господин Борденс, мне кажется, ищет причины для того, чтобы отомстить всему миру за его какие-то личные проблемы. А, то есть он хочет со всей вселенной расквитаться. Я подозреваю, что у него достаточно серьезные проблемы и желание отомстить всем, кто когда бы то ни было или на данном этапе даже посмотрел на него или в его сторону не так, как он хочет, чтобы на него смотрели. А господин Юров – это уже отдельная глава, которая абсолютный нигилизм в правовом отношении демонстрирует. То, что позволено ему, и то, каким образом он относится к правоохранительной системе, к правовой практике, к оперативной работе, он просто-напросто сделал свой личный политический капитал на информации, которая была ему доступна, как служебная. И это не только аморально, это противозаконно. То есть, фактически получается, что были основания для начала уголовного процесса. Лично мое мнение, там 100% оснований. И не только мое, но и прокуратура, по всей видимости, тоже. А теперь стоит очень высокая степень риска, что господин Юрыш вместе с господином Борденсом, находясь на высшей должностной ступени именно системы, которая находится и будет решать в дальнейшем данное дело, потенциально конкретно могут отомстить судьям или судье, которая позволит принять не то решение, какое им хочется. И в этом состоит как раз ужаснейший, огромнейший риск для государства. И для правовой системы как такового. Судья тоже может оказаться под ударом? Я думаю, что безусловно. Я бы не хотела быть той судьей, которая получит это дело на рассмотрение. Она же поднадзорна данному министру и данному государственному секретарю. А как же независимый суда, позволю спросить? Я подозреваю, что господин Борденс с господином Юрышем прекрасно знают, какие сверы задействовать для того, чтобы участники ФЕМИДы совсем абсолютно не чувствовали себя комфортно и объективно. То есть, найдут рычаги? Подозреваю, что безусловно уже ищут. Да. Ну, я так понимаю, что новые консерваторы, которые объявили бескомпромиссную законность, вот такой термин удивительный, хотят, видимо, в рамках этой бескомпромиссной законности позволить депутатам, которые выданы для производства следствия, вернуться и как ни в чё не бывало работать все ими. Вы понимаете, что это иллюзия? Их, вот так как было три по пятьсот обман зрительный, иллюзорный, так и их бескомпромиссная законность – иллюзия. Почему? Потому что они бегают и кричат «Рига сатексми, Рига сатексми, Шкода». И что делает правительство сейчас на днях? Они покупают электропоезда, а цепь коды. Какое совпадение? Тогда у меня вопрос. О каком бескомпромиссном правовом механизме они могут говорить? Это ложь? Я извиняюсь, разве не новый консерватор возглавляет министерство сообщений, если мне память не изменяет? И вот не могу точно сказать, господин Линкаетис. Да, он как раз по случайному совпадению. Видите, сколько у нас совпадений. Сегодня мы констатировали в эфире. Господин Линкаетис, он как раз представляет новую консервативную партию. Ярко выраженный экземпляр борьбы с коррупцией. Да. Шкода, оказывается, очень даже приличное предприятие, у которого можно покупать электропоезда. Так в чем проблема? Иллюзия правовая или правовой нигилизм? Или бескомпромиссная законность? Или бескомпромиссная законность? Или бескомпромиссная законность, да. Интересная вот у нас ситуация развивается. Я так понимаю, что вы признаки новой политики все ими не констатировали. Я констатировала двойную ложь, абсолютное отсутствие каких бы то ни было принципов, безответственность перед избирателями, девальвацию понятия политика и издевательство над теми людьми, которые избрали этих людей в семь. Но вот такой единственный вопрос, чтобы эту тему закончить. Вот в первой части непонятно, или вот эти, условно говоря, новые силы сами были рады, что нашелся такой человек из нового единства, господин Каренч, который то ли не будет им мешать, то ли будет им помогать, или все-таки новое единство, зная, что эти не очень опытные люди, и ими можно будет легко управлять и манипулировать, они решили быстренько всю эту комбинацию сделать. Это, наверное, вопрос остается открытый. Кому? Или они дошли друг друга в этой коалиции? Я думаю, что клоны новой Вену Атейбе, Атейстейбе Паре и новые консерваторы просто-напросто разыграли очень красивую партию, игру изображая, что они не, на самом деле, не одна и та же самая компания. Хотя и в прессе, мне кажется, и некоторые эксперты высказывали такое мнение, что, наверное, все-таки они одно и то же самое. То есть одна и та же самая группа лиц, которая разыграла разные варианты и, в конце концов, сошлась на одном кандидате, который устраивал всех. Они друг под друга, так сказать, подстроились. Им даже, судя по тому, каким единым фронтом они выступают и какие решения принимают, какую политику они продолжают проводить, тут ясно, очевидно, что это та же самая Вену Атейбе. Их принципы работы и стиль работы. Любовь Швецова, у нас в студии депутат Сейма от фракции «Согласие», не переключаясь, небольшая пауза на новости рекламы. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, Любовь Швецова, у нас в студии депутат Сейма, который работает в комиссии по бюджету и финансам. И вот я не зря упомянул комиссию, в которой Любовь работает, потому что мы хотели во второй части, что все-таки вы прокомментировали вот это заявление господина Калинча, на сей раз не Борденца. Если Борденц заявил о том, такая вот фраза «бескомпромиссная законность», то господин Калинч тоже стал автором крылатой, видимо, теперь уже фразы о капитальном ремонте банков. То есть он сказал, что банки нуждаются в капитальном ремонте. Досрочная цитата. И дальше дал поручение ужесточить это, 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 там, уголовный закон, принцип презумпции, легальной презумпции и так далее. И сказал, что мы там покончим, все банки, которые будут подозреваться в соучастии, в отмывании там средств, мы будем приостановить их деятельность, ну, в переводе фактически ликвидировать. Ну, и так далее, так далее, так далее. То есть целый ряд он сделал весьма жестких заявлений. Я так понимаю, бездоказательный, потому что даже АБЛВ, который находится в стадии ликвидации или самоликвидации, до сих пор никаких доказательств его вины, условно говоря, не было найдено. Вот я знаю, что вы подготовили какие-то цифры, чтобы, условно говоря, на цифрах доказать, вот к чему приводит такая вот политика. Я бы посоветовала некоторым лидерам провести капитальный ремонт мозгов некоторых членов кабинета министров. Первоначально. А, это может помочь. Это первый шаг для того, чтобы начать ремонтировать кого-то другого, в принципе. Сначала они создали систему. То есть, кмед министров определяет правила, рамки создает для того, как должен регулироваться, как должен работать тот же самый финансовый сектор. Затем тот же самый чиновники, высшие чиновники, то есть министры назначают или создают себе лояльную команду, которая производит контроль и менеджмент действия. Если где-то что-то работает недостаточно эффективно, они должны своевременно корректировать, принимать установки и корректировать действия участников. И что делает наше многоуважаемое правительство и раньше и сейчас? Они просто-напросто ответственность со своих плеч снимают и возносят на частный сектор. Что говорит о том, что в моем понимании это просто-напросто некомпетентность и безответственность, начиная с высших чиновников государства и заканчивая той командой, которую они набрали, которая это реализует. Теперь по поводу финансового сектора. Финансовый сектор в Латвии, согласно статистических данных, в 2017 году заплатил в бюджет в виде налогов 176 миллионов. Логично, что в 2018 году эта сумма гораздо меньше, хорошо, если будет около 50-70 миллионов, но и в этом году понятно, с учетом того, что минус 9 миллиардов выведено денег нерезидентов, эта сумма будет гораздо-гораздо меньше, если вообще как таковая, ну миллионы это будут, но это будет наверняка 20-30 миллионов, а не 176 миллионов. Вот в принципе… Разница чувствуется. Вот стоимость борьбы, да, вот такой… Бескомпромиссной. Да. Ты можешь бороться, только ты сначала должен нормальные условия создать, нормальные санкции ввести, своевременно предупредить, и они за то, чтобы была возможность в банках отмывать преступно добытые деньги, если они действительно преступно добытые, я не против того, что нужно контролировать потоки финансовые, и то, что если кто-то их нарушает или вводит грязные деньги, то должен быть наказан, но методы борьбы должны быть точечными, проводить их должны команды специалистов, которые умеют работать и которые знают работу. Я прошу прощения, но мне кажется, просто-напросто на должности были назначены слегка, слишком энергичные дамы, которые себя вели как на внутреннем рынке страны, так и за рубежом, абсолютно неадекватно тому посту, который они занимали, тем самым усугубив только кризис и усугубив отношение к финансовому сектору. Вместо того, чтобы, так сказать, взвесить все за и против и принять конкретные меры и нанести точечные удары, они выбрали стратегию бегодни и воплей, рвя на себе волосы. Это больше похоже, я извиниюсь, на базарных теток, которые теперь нашли в сумке вместо, я не знаю, одного продукта другой, сделали удивленные глаза и начали орать, причем орать не только у себя дома, но и за рубежом. Ах, как у нас плохо, ах, как у нас все ужасно. Какие у нас ужасные банки. Ах, какие у нас ужасные чиновники, у нас зарплата маленькая у чиновников, мы не можем бороться, мы не можем справиться. А до этого? Где была эта команда, где эти были люди, где осмотрели их глаза, какие законы они принимались. На самом деле страна определяет то, каким образом чиновник может коммуницировать на каком уровне и с какой компетенцией. И если человек некомпетентен и бегает с этим, то он несет представление о стране, как и некомпетентный. А результат это минус 176 миллионов. Минус 40 миллионов на социальные, нужные на пособия. Тысячи человек, которые остались без работы. Можно сказать, что нам не нужно тысячи человек, которые работают в хорошо оплачиваемой работе. Нам не нужно 176 миллионов. И что теперь предпринимает новое правительство? Они принимают меры для того, чтобы ограничить микропредприятие, режим микропредприятий. Чтобы закрыть эту дырку в бюджете, которая возникла в результате метабора. Минус 40 заявил, что это атовизм, остаток пережитки полушевого микропредприятия. Получатели маленьких доходов, те, которые работают на себя для своей семьи и не хотят быть большими предприятиями, можно дискутировать по поводу инструментов работы микропредприятия. Или хотя бы как в Эстонии, можно сказать таким образом. Да, они практически тоже закрыли режим микропредприятия, но для тех, кто не хочет быть большим, они создали счет без бухгалтерской отчетности. И без, с которого автоматически государство снимает налоги за деятельность. Что предложит правительство Каринша малому бизнесу, самозанятому, вместо микропредприятия? Они даже не способны до этого додуматься. Они умеют только отбирать и делить. Отбирать и делить. Нет поступления от налогов от банков минус 176 миллионов. Ну, так сейчас мы закроем микробы. Да. Ну, что касается капитального ремонта банков, вот когда делает премьер-министр, заметим, такое заявление, наверное, какая-то цель поставлена. То есть, какая цель? Сократить количество кредитных учреждений, всех, как сейчас такое есть выражение, закошмарить, прогнать последних инвесторов. Ну, какая-то же цель преследуется? Мне сложно определить глубину мысли гиганта нашего правительства, который, к тому же, является не только гражданином Латвии. Я допускаю, что он преследует совсем другие интересы. Возможно. Ему абсолютно, по большому счету, мне кажется, не интересует судьба тех тысяч людей, которые остались без работы, и вынуждены были, по всей видимости, уехать из Латвии. Я думаю, что ему достаточно равнодушно отношение к этим микропредприятиям, которые здесь работают, которые являются атовизмом в его глазах. Но ничего толкового вместо микропредприятий и вместо финансового сектора. Боюсь, что он и им возглавляемое правительство для народа Латвии не предложит. За исключением разделяя властвой политики господина Домбра. Да, вот интересно. Вот мы констатировали, что 3 по 500 так и осталось на бумаге. Я имею в виду повышение минимальной зарплаты, необлагаемого минимума пенсии и зарплат. Но ведь пройдет какое-то время. Ну, хорошо, эти пресловутые 100 дней работы правительства. Пройдет еще какое-то время. Но рано или поздно, я так надеюсь, по крайней мере, что их избиратель, ну, я подчеркну, их избиратель вот этих новых сил, да, спросят, собственно, ну, а где хотя бы хоть одно из этой череды громких обещаний, там, зарплаты, пенсии, семейные пособия вот на детишек, там, сокращение министерств. Ну, дальше, мой, там целый список. Где это все или хотя бы хоть одно из этого? Я боюсь, что их электорат ждет очень огромное разочарование. И народ окажется в той ситуации, что реально в своем кармане ни один из жителей Латвии, который получает зарплату, не почувствует никакого добавления, а почувствует только последствия эйфории, которая выразится в том, что их доходы гораздо уменьшатся. Надо понимать, что при Латвии открытая рыночная экономика, открытая, она очень чувствительна на любые изменения, которые происходят на зарубежных рынках, особенно в Европе. Если мы берем во внимание, что выходит из Европы Великобритания, а это минус 10 миллиардов из европейского бюджета, а это автоматически означает, что члены ЕС будут вносить больше взносов в общую казну и будут меньше гораздо получать, то при том, каким образом наши латвийские политики умеют защищать интересы государства в Европарламенте, вернее, они абсолютно их не защищают. Защита выражается только в демагогии и в разглагольствованиях, а не в реальной добавочной стоимости, которая чувствуется. Для защиты тех же самых экспортных предприятий Латвии на международном рынке, для развития более интенсивного экспансии экспорта латвийских продуктов на зарубежных рынках, я боюсь, что на конечном пункте это будет минус в бюджете каждого отдельного человека, более худшие условия и более худшие условия внешней жизни, конкретно именно в области инфраструктуры. Почему? Потому что те проблемы, которые, те же самые дороги, злободневные, тема дня. Они, кстати, плохие не только в Риге. Безусловно, они в критическом состоянии достаточно не только в Риге, но и во всей стране. И связано это с более глубинными процессами, с изменениями, которые происходят в том числе с водными запасами, с повышением грунтовых вод, с тем, что не проводятся мелиоративные работы определенные, с тем, что вырубаются леса. Это называется биогиуциноз, в результате чего меняются определенные географические моменты. В результате, из-за того, что нет гидромелиорации, которая проводилась раньше достаточно целенаправленно, а теперь в течение 27 лет практически, за редким исключением проводится. Это только означает одно, дороги будут размываться, они будут ухудшаться и будет заболачивание местности. А это автоматически ведет к размыванию условий жизни и к ухудшению условий жизни людей. Да, ну вот давайте примем звонок, потом еще поговорим и о дорогах тоже, а не об их финансировании. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, может быть, это мои домышлены, но вот сейчас правительство может заявить, что в связи с тем, что у нас идет проверка и ремонт финансовой системы, мы не можем вам сейчас добавить ни зарплаты, ни пенсии, а потом опять что-нибудь придумают. Спасибо. Спасибо. Вот такая гипотеза. Ну, придумать всегда можно все, что угодно для того, чтобы оправдать свое бездействие, нежелание или неумение найти денег, потому что если… либо ты умеешь производить какие-то вещи, создавать новые рабочие места, создавать инфраструктуру, или ты умеешь только ее распределять и переделить, или просто-напросто конфликтовать каким-то образом между… сей раздробленность и вражду между населением. Я считаю, что те, кто сейчас у власти, это не создатели, это те, кто только умеет распределять. А причины, какие они найдут для того, чтобы оправдать свое бездействие, неспособность… да, в конце концов, они могут потом придумать, что это из космоса влияние было, и поэтому у нас так все плохо. Да, вот интересно, что касается дорог, ведь, как ни парадоксально, но у нас очень много средств, которые собраны в виде вот этого налога на эксплуатирование транспорта, эксплуатационный транспорт, налог на дороге не идет, идет на любые другие цели, только не на дороге. Я помню, что на прошлой неделе, по-моему, ваша фракция вот выступила с инициативой всеми, что все-таки большая часть вот средств собранных вот с дорожного, так называемого налога, все-таки шла на дороги, и еще, чтобы хотя бы часть акциз на нефтепродукты шли на дорогу, это было бы логично. Я считаю, что это определенно комплексное мероприятие, которое нужно проводить достаточно целенаправленно. До этого на ремонт дорог использовались только средства, которые получались из европейских фондов. Целенаправленное исследование проблемы состояния дорог, глобальное, оно не было проведено и не проводится. Я считаю, что именно поэтому ситуация является такой плохой, потому что у нас каждый думает сам по себе, и делит, разделяет, если бы нет системного подхода. Системный подход выражается в том, что нельзя разделять дороги на самоуправленческие, государственные и делить их по кускам, каким-то по частям. Или сейчас наоборот, предложение, часть дорог отдадим самоуправлению. Отдавая часть дорог самоправлению, нужно и отдавать тогда какое-то финансирование на их содержание, ремонт и общее решение проблемы дороги. Если отдается сама по себе дороге, она не решает проблему, она только может усугубить ее. Опять же получается, если просто отдать дороге, не проведя географическое или геодезическое исследование по поводу того, где и каким образом и почему именно происходит размыв дорог, то это тоже только часть проблемы, а не общая, комплексная. Даже при условии, если выделятся деньги, но не будет понятно, почему и где именно дороги затапливаются, либо это грунтовые воды, либо это отсутствие мелиорации, либо это заболачивание местности, сколько населения живет в этом микрорайоне, какие другие потенциальные возможные есть дороги, какое их состояние, то это не будет комплексное решение, это будет только частичное по участкам. А когда происходит частичное распределение, то это однозначно увеличивает риски коррупционные в связи с этим вопросом, это во-первых, а во-вторых, просто-напросто нецеленаправленно и некачественно тратятся деньги. Это выброшенные в болото деньги, которые потом все равно людям пользы от этого никакой не дают. Вот, может быть, в завершение такой важный вопрос. Буквально на прошлой неделе представитель как раз Совета по фискальной дисциплине, есть у нас такая структура, заявил, что вот, к сожалению, налоговая реформа продемонстрировала свою неэффективность, из-за этого проблемы с бюджетом. Вы согласны с представителем Совета? Я бы не сказала, что он так категорично сказал, скажем так, он отметил, что в ряде аспектов налоговая реформа не принесла ожидаемого эффекта. Нужно делать скидку на то, что он оценивает ситуацию с макроэкономической точки зрения. Если мы говорим о микроэкономической точке зрения, о каждом индивидуальном получателе, то определенный плюс в реформе однозначно был заложен. Потом вступает опять следующий этап, это исполнение реформы, приоритизация мероприятий, которые проводятся во время реформы. Почему? Потому что, понимаете, в результате реформы все-таки немного повысили необлагаемый минимум. Определенные заинвалидность тоже были бонусы и плюсы. Прогрессивность она тоже определяет. Но общий эффект однозначно негативный, потому что ряд факторов, те же самые общественные организации, они не получили возможность на определенное софинансирование. В результате они потерпели определенные убытки. Это достаточно большой сектор занятых. Следующий момент. Прогрессивность тоже минимальная. И якобы прогрессивность съел повышение на акции за увеличение цен. Что автоматически те 20-30 евро, которые каждый получил в зарплате, съела увеличение стоимости горючего и других в результате товаров. Поэтому хорошая идея была реализована с негативным эффектом. То есть исполнение не очень, да? Но следующий этап, если начинать опять реформу, не проведя углубленного анализа уже того, что получилось, это тоже будет косметический ремонт, когда накладывается штукатурка на основание, которое некачественно, влажное, которое отвалится через несколько месяцев или даже быстрее. Ну, я так понимаю, что господин Каринч, не разобравшись, сначала заявил о том, что два года налоги трогать не будет, но сейчас он уже начинает постепенно от этой своей идеи отказываться. Видимо, осознав бездну, да, глубину. Послушайте, если вы закрываете финансовый сектор, который приносил в год 176 миллионов, из каких средств вы собираетесь покрыть государственный аппарат, который жил на эти 176 миллионов? Объясните мне, пожалуйста. Только за счет повышения налогов. Либо увеличение налогоплательщиков. Господин Каринч и вся его команда, клоны Вену Атебы, они не способны создавать новые рабочие места, они не способны создавать производство. Они могут только поделить и отнять, и теперь они будут отнимать у микропредприятий. А может быть и не только. Любовь Швецова у нас была в студии, спасибо большое. Много тем, наверное, не успели обсудить, будем еще вас приглашать. Благодарю вас.